Друзья, день добрый. Не прошло и полгода. Снова у меня автомобиль Nissan в работе. Это X-Trail, кузов Т31, 2008 год. Отказала печка на днях. И я доблестно занялся процедурой замены моторчика-отопителя. Что вам скажу, процедура не самая приятная. И, честно говоря, надо будет попыхтеть. Я рекомендую ее делать в теплом боксе. Потому что пластик на Nissan весь дубовый. Фишки на электроразъемах расщелкиваются тяжело. Ну и вообще, как бы все идет тяжеловасто. Может быть, я не привык просто к этой такой работе. Смысл в чем? Отказал моторчик-отопителя. Для того, чтобы этот моторчик снять, что мы делаем? Мы снимаем пластиковую накладку, сдергиваем. Все штекеры, трос открывания капота. И дальше начинаем демонтаж кронштейна, на котором крепится педаль тормоза и педаль газа. Педаль газа я просто в сторонку убрал, не стал ее отщелкивать. Также тут потребуется снять сервопривод заслонок-отопителя, чтобы вытащить мотор. И что самое интересное, сам мотор у нас находится в очке. Вот там в глубине, я даже не знаю, смогу я туда камеру засунуть или нет. То есть, получается, вы ныряете практически к моторному щиту. И там внутри вы увидите моторчик. Я его сначала не мог найти, думаю, бляха-муха, куда его Ниссан спрятал. Думал уже на пассажирскую сторону пойти. Вот Тойота-то обычно в той стороне все находится. А Ниссан вот здесь в очко все это дело спрятал. Соответственно, вот снимаете педальный узел. Педаль тормоза на защелочке крепится к приводу на вакуумный усилитель. Чтобы снять вот эту ебалду, еще пришлось открутить небольшую планку сверху. Она не дает вынуть этот узел. Он цепляется за нее. Воздуховодик маленький снимите. Ну, вот эту пластмасску я уже показал. И сам мотор я вот выкулпал. Он ни на чем особо не крепится. У нее есть защелочка вот эта. Причем достаточно жесткая. И что самое интересное, там же все на ощупь надо делать. И у меня не хватало силы ее отжать, потому что, ну, болят пальцы. Очень жесткая защелка. Я ее отогнул большой отверткой. Взял такую свою гигантскую отвертку охренительную. Залез и отогнул этот уз. После чего уже без проблем я этот моторчик оттуда достал. Достается он поворотом против часовой стрелки и вынимаете. Здесь пробег 160 тысяч километров. В принципе, он еще вращается, но закусывает и шумит. Съездил в Ниссан. Оперативно взял вот такой вот мотор. У него цена вопроса 5900 рублей у дилера. Кстати, по-божески в Тайоте эти моторы дороже стоят. Ну и ходят дольше. Ну и все. Сейчас буду подружать всю эту процедуру назад. Так что всем спасибо за внимание, друзья. Всем удачи. До новых встреч в эфире.